Костюмы и макияж, которые праздничными вряд ли назовешь. Цель стать как можно страшнее. Мир захватил и настоящее помешательство. Хэллоуин отмечают практически везде. Как готовиться к нему в ноябрьске и не несет ли опасности этот западный праздник, знает Яна Джуз. Зомби, вампиры, оборотни, ведьмы и даже сам граф Дракула. В ночь с 31 октября на 1 ноября тысячи людей по всему миру облачаются в образы нечисти. За полторы-две недели до самого Хэллоуина к мастерам по гриму выстраиваются очереди. Каждый желает сделать праздничный образ уникальным. Работа над гримом у мастеров занимает от 30 минут до нескольких часов. Хэллоуин это уже у нас такой международный праздник. И к нему реально готовятся, ищут гримы. Допустим, взять те же соцсети, инстаграм, вконтакте, одноклассники. То есть это популярно, это набирает обороты, каждый хочет попробовать. Друзьями пробовала разные образы. Это были дьяволицы, и какие-то просто красивые, и черепа на лице рисовали. Ну, в принципе, на что гораздо фантазия. Хэллоуин пришел из Англии, где в этот день поминали усопших. Бедняки просили еду и сладости у богачей, а в обмен обещали молиться за их умерших родственников. Страшные костюмы надевали, чтобы отпугнуть злых духов. Сегодня Хэллоуин – это скорее веяние моды. Особенно оно пришлось по вкусу детям. Но не отстают и взрослые. Хэллоуин с каждым годом все больше и больше набирает обороты. Он становится все популярнее и популярнее. В любом случае, уверяют психологи, праздновать или не праздновать этот праздник – дело каждого. У взрослых это лично их выбор. А вот праздновать ли детям – большой вопрос. В возрасте от 6 до 11 лет детская психика особенно уязвима. И если подростки воспринимают празднование Хэллоуина просто как забаву или повод для вечеринки, то у малышей все иначе. На смену праздному интересу могут прийти реальные страхи и даже проблемы со здоровьем. Такие последствия могут возникнуть через несколько дней после праздника. То есть зачастую у детей, так как у них психика неокрепшая, так как у них недоформирована личность, они более восприимчивы. Возникают проблемы, страх темноты, страх каких-то сущностей, монстров. То есть они могут ходить по квартире, без света никуда не пойдут. То есть оглядываться, переживать, что какой-нибудь зомби нападет монстр из-под кровати. По сути, для детей это нежелательная атмосфера. Из интересных фактов, мистика или стечение обстоятельств, но ровно 18 лет назад в Ноябрьске вспыхнуло здание детского музея. В пожаре тогда никто не погиб. Пламя уничтожило только экспонаты. Что там внутри? Горит. Сильно? Хорошо. Именно в этот день, 31 октября 2000 года, в музее работала выставка, посвященная Хэллоуину. Чертовщина, говорят некоторые, не иначе. Яна Джуз, Виталий Киргинцев, Ноябрьск, 24. Виталий Киргинцев, Ноябрьск, 24.